Это не урок технологии в школе. Так проходит работа на станции юных техников. Наиль Бадыкшанов учит детей судомоделированию уже 40 лет. Станция находится в здании школы номер 3. Всего ее посещает 30 детей. Две группы, старшая и младшая. Сперва мы делаем чертеж, шаблон, потом переносим на дерево. Это, конечно, тот век, не современный, не модный. Но когда ребенок может заработать руками, это все равно в жизни пригодится. Занятия у младшей группы проходят два раза в неделю, а у старшей три раза. По времени идут 90 минут. Ученики Наиля – призеры всероссийских и республиканских соревнований. Последние всероссийские соревнования по судомодельному спорту прошли в Архангельске с 3 по 7 ноября. Судомоделисты боролись за кубы к памяти словецких юнг. Команда Альмитиска оказалась сильнейшей. А в личном зачете два ее представителя заняли первые места, а еще два – третье. Все равно дети, чтобы научились, можно на соревнованиях возить. Заинтересованность была. Не только сидеть, точить целый день. Максим Чебурахтин занимается на станции 6 лет и все эти годы ездит на соревнования. В Архангельске был два раза. Как уже опытный судомоделист, Максим перед соревнованиями совсем не переживал и чувствовал себя уверенно. В этом году он стал бронзовым призером. Это модель проекта 201-го. Стражевой корабль. Военный корабль. Корабль участвовал в классе разуправляемых моделей. Тимур Шултанов в будущем мечтает стать инженером. И уверен, что его увлечение ему в этом поможет. Тимур также участвовал в соревнованиях в Архангельске. Ему немного не хватило до призового места. До этого я участвовал на двух соревнованиях. Это были мои третьи соревнования в Рыбной Слободе и в Благовещенске до этого я участвовал. А этот парусник Наиль Бадыкшанов сам изготовил для соревнований, когда был учеником седьмого класса. Занял шестое место. Но тогда только в республике было 20 команд. А теперь по всей России всего 10. А в нашей стране нельзя быть без руки. У нас слишком большая страна. Сейчас воспитанники готовятся к соревнованиям по простейшим моделям, которые будут проходить в Рыбной Слободе в декабре. Леона Ахметвалеева, Ильнур Залятов. Новости Юго-Востока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова